Пустырь на окраине Саратова. Журналистов и членов общественных организаций привезли заранее. Газель с наркотиками разгружают быстро и под охраной. Место, где сжигают марихуану и героин, находится в строгом секрете. Но общественникам и журналистам наркополицейские обязаны его показать, чтобы у саратовцев не возникало вопросов, что делают с наркотиком после решения суда. Подсчитать, сколько килограммов наркотиков уничтожат, не получается. Вместе с зельем в огонь бросят обувь, в которой наркокурьер прятал героин. В подошвах было почти 500 граммов. И посуду. В ней изготавливали дезаморфин – наркотик, выделенный из лекарств. Находится тот героин, который изъят непосредственно у руководителя преступной группы. За процессом внимательно наблюдают члены общественных объединений и представители организаций по охране окружающей среды. Очень важно показать труд людей, которые борются против зла именно наркомании, которые изымают, отнимают и таким вот образом сжигают наркотики. Все сжигаемые наркотики были вещественными доказательствами. Когда приговор вынесли, их уничтожают. Особых правил по уничтожению нет. Наркополицейские только следят, чтобы брошенная в огонь сгорела дотла. Всероссийская практика показывает, что путем сожжения достигается наибольший эффект по уничтожению наркотиков. Героин требует больше к себе внимания со стороны огня. Поэтому он первым попадает в топку. В этот раз, кроме героина и мэр Хуаны, в огонь отправили крупную партию спайсов. За сбыт курительных смесей три саратовца уже получили по уголовному сроку. А главарь банды отправился за решетку на 8 лет. В следующий раз сжигать наркотики полицейские придут через месяц. К этому времени вынесут еще из десяток обвинительных приговоров. Екатерина Савина, Олег Буланов. Новости. Телеобъектив. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова